Альтернативными источниками электроэнергии Галина Шнайдер заинтересовалась еще в 2002 году, когда, будучи в Германии, женщина впервые увидела солнечные батареи в действии. И тогда ей в голову пришла идея, а почему бы не опробовать технологию дома, в Кустанае. Тем более, что для эксперимента можно использовать личный бизнес, говорит Галина. Гостиный двор, которым она владеет, расположен за чертой города. Все коммуникации работают автономно, а использование альтернативной электроэнергии с точки зрения экономии принесет свои плоды. Единственное, что мы можем рассчитывать на то, что государственная поддержка, что в какие-то периоды времени невозможно было на что надеяться, то сейчас, я надеюсь, не будут эти возможности. И тогда не только я, а я еще раз повторяю, я просто как образец того, как в отдалении от города можно существовать автономно. Своими достижениями может похвастать и глубинка комплекс по переработке органических отходов в биогаз. Инновационная идея, воплощенная в жизнь в Карасузском районе ТО «Караман-ИК». Проектов, аналогичных этому, в Казахстане нет. Он первый и пока единственный. Путем переработки навоза вырабатывается газ метан, а уже после голубое топливо преобразуют в электрическую энергию. В общем, здесь годовая выработка электрической энергии составляет 3 миллиона 752 киловатта. 3 миллиона, да, 752. Например, для сравнения, чисто для производства, на производственную нужду, у нас миллион 200 киловатт мы затрачиваем. Остальной электроэнергии у нас как бы мы можем подавать тоже в Крэг, Фарфайт. Сегодня в Кустанской области есть три станции, которые могут производить электроэнергию. В Рудном она принадлежит ССГПО, в Аркалыке и в Кустанай. И то она владеет небольшими объемами для собственных нужд. Регион в основном живет за счет импорта электроэнергии. Ни для кого не секрет, говорит вице-министр индустрии и новых технологий Бахаджан Даксалыков, что Кустанский энергоузел несбалансированно потребляет электроэнергию. Для примера, вице-министр привел некую статистику. 9 октября в 20 часов, то есть в час пик, потребление составило 659 мегаватт, 236 из которых генерируются на источниках области, а остальные 423 мегаватта поставляются извне. В нашем случае на помощь пришли ГРАЗ-1 и ГРАЗ-2 города Гевастуз и Аксуйская станция. Предстоящее отстаяние зимний период, когда мы по всей стране будем иметь серьезный максимум нагрузки, это 14 100 мегаватт, у нас большая просьба к энергетикам Кустанайской области ввести сбалансированную нагрузку и, соответственно, выполнять те графики заявок, которые будут, потому как это будут предельно высокие мощности, которые мы и не видели еще с рубежа 91-го года. ТО ЭПК «Форфайт» занимается транспортировкой электрической энергии для потребителей Кустанайской области, кроме города Рудного, Ждигоры и Листаковска. По словам генерального директора, сегодня предприятие несет нагрузку порядка 105 мегаватт. Если сравнивать с прошлым годом, то рост невелик. 4,5%. Альтернативные источники электроэнергии, считают специалисты, это огромный плюс в экономике любого государства. По словам Сергея Яковенко, в Казахстане подписан закон о возобновляемых источниках энергии. Согласно ему, энергопередающие компании обязаны включать тариф таких источников в свой текущий. По оценкам некоторых специалистов, сегодня это дорогое удовольствие. Другими словами, тариф на альтернативную энергию, отмечают эксперты, сегодня гораздо выше, чем на традиционную. Да и первопроходцам очень трудно обойтись без помощи государства. Но предпосылки в этом есть, а значит и результат не за горами. Как говорится, было бы желание. Алексей Басарнов, Боржан Ержанов, Артем Грапов, РТН.